Вы долго ждали, но это наконец-таки случилось! Возвращение Советского Союза и продолжение противостояния против мощной оси, ну естественно, Римской империи, которая здесь огромная и сильная, и, можно сказать, непобедимая для искусственного интеллекта, по крайней мере, как минимум. А уж мы с вами постараемся показать им истинную силу советского оружия. Ну и стартуем мы 8 сентября 1941 года, на сервисе не буду дожидаться начала 1942, ибо понятно, что не нападет Рейх. Я просто сейчас пересяду за Рейх и, как вы понимаете, объявлю спокойно войну. Кроме того, вы можете здесь видеть уже готовые, кстати, планы на атаку Рейха, поэтому война Советскому Союзу, да? Погнали! 8 сентября 1941 года, 14 часов по европейскому времени, начинается война. Третьего Рейха против Советского Союза. Ну тут у нас война, поэтому давайте улучшение рабочих условий, заодно на фоне этого я сделаю. Почему бы и нет? И, кстати, есть один минус того, что мы стоим по границе здесь, а не на своих национальных провинциях. Это бонус от поддержки войны. Плюс 10% к обороне бы было, но этого нет. Хотя начинается немножко, как видите, борьба за воздух. Да-да-да, но, несмотря на, скажем так, превосходство противника, мы все равно сдерживаем их атаку. Я, кроме того, здесь дополнительный наземный персонал включил, и в целом, с помощью еще превосходства в ПВО, мы неплохо держим. Как видите, сбито вражки самолетов больше, чем наших. Хотя, понятное дело, что лучше бы самолеты вообще не терять. Пошла массовая атака, замечательно. Красиво все идет. Да, вроде красные участки есть, но они быстро становятся зелеными, и в целом. Все вполне себе хорошо. Даже, смотрите, какая толпа дивизий против нас бьется, но мы все равно стоим. Ибо воздух все же наш. Хо-хо-хо-хо-хо-хо! 37 дивизий, 54, 31! А он, знаешь ли, это... Мастер, хорошо. Красиво действует. Декабрь 41-го года, потери 142 тысячи против 940 тысяч и 400 тысяч. То есть, 1 к 10 примерно идем, это хорошо. Но! Не все так гладко. Нас на две территории во Львове выдавили. Ух, это да, больно. Но, если так посмотреть, то дивизии Рейха в целом убиваются, большей частью. И это, конечно, приятно. Даже по потерям техники можете посмотреть. Он 120 тысяч снаряги потерял против, ну, 20 тысяч, которые потеряли мы. Это вообще ничто. Пластмассовый мир тоже что-то умудрился потерять, но это Кавказ. На Кавказе в основном Рим чуть поубивался. И такой, а, ну нафиг их. К 27 январю 42-го года мне удалось вернуть свои начальные позиции, выбив отсюда, как видите, Рейх. Потери у нас уже 240 тысяч, при том половину Рим, половину Третий Рейх снес. Рейх потерял 1 миллион 800, Рим потерял 700 тысяч. То есть, с Римом мы 1 к 7 идем, а с Рейхом 1 к 18 почти. Вау! По запасам у нас все хорошо. Проседают немножко легкие танки, но это не критично. ПТ-шек в достатке. Истребители начали проседать. Но это из-за того, что у нас тут прям в центре идет большая такая бойня. Правда, сейчас я преимущество взял наконец-таки. И все в целом более-менее приятно у нас с вами. Наконец-то потери в авиации становятся все больше и больше у противника. У нас попадание ПВО вероятность повысилась, потому что я докачал один радар. Теперь еще радар, еще больше коэффициент вероятности попадания. И потом еще раз прокачаю, и еще больше коэффициент попадания будет. Но по потерям техники почти 300 тысяч против 30. То есть, 1 к 10 мы идем. На севере у нас вышел неплохой такой прорывчик. Здесь котел на 6 дивизий, здесь тоже 6 дивизий. Все, закрыли мы с вами доктрину. По потере можем полюбоваться. 400 тысяч уже немало. На самом деле, 11 солдат от Славаки погибли. Франция предлагает нам вступить в комитет по невмешательству. Ну давай, французы. Давай, удачи. Все, Рейх прекратил все атаки на меня. Он потерял в итоге почти 4 миллиона солдат. И по сути, он только и потерял в войне со мной людей. Немножко с Польшей и Соединенным Королевством, и все. Радость продлилась недолго. Рейх опять решил пойти в атаку. Ну что ж, удачи ему пожелаем. Ну, Румыния вступается в войну, а это значит, что скоро еще одна атака пойдет тяжелая, очень и кровопролитная здесь вот. Попытка, конечно, хорошая, но не. Неудачная. Всеобщая мобилизация, ну и заодно еще давай, ладно, женский труд. Да, я знаю, что сейчас стабильность подрежем, но зато у нас строительных фабрик теперь... Ух... Римляне начинают терять организацию, потому что я перекрыл им доступ к снабжению. И все, со временем они станут легкой мишенью, с которой, я думаю, даже союзники сами разберутся. Бои за Осло, и как видите, мы выиграем. Осло захвачен. Посмотрите, сколько римских дивизий сейчас здесь будет уничтожено. Более 70 дивизий. Ну, по сути, сотни, вон еще тут. Сотни дивизий Рима просто сейчас будет закрыто. 7,9 миллионов. Прекрасно. 5 миллионов потерял в войне с нами Рим. 4,2 третий Рейх. Мы 700 тысяч. Что, кстати, достаточно много. Авиацию мы держим только в центральных регионах. Здесь Балканы мы сейчас сдаем. Но зато у нас истребители. Их было более тысячи нехватка. Теперь 959. То есть восстанавливаем слегка ситуацию. Союзники теперь очистили Норвегию. В целом, более-менее, но держат пока атаку оси в Африке. К сожалению, полностью почти проигрывают. Ох, в Ази у них вообще все ужасно. Но понадеюсь, что скоро моя помощь здесь решит. Ибо я исследую присоединение Тану Тувы. А потом война с Японией. Как вы понимаете. Да, 48 дивизий это не так много. Но даже столько я смог выделить на новый фронт. И авиации, смотри, вроде порвну. 2 к 2. Да, даже еще 600 штурмовиков. Но у меня превосходство 80%. Потому что ПВО. Пятый уровень. А между прочим, посмотрите на красоту, которую творят союзники. Апрель 43-го года. В Бресте высадка. Под Бельгей тоже неплохая высадка. В Гамбург высадка приятная. Ну а я особо не атакую. Лишь отобрал Мемель. И в целом стоим дальше. Ловим множество атак. И меня, конечно, радует вклад 24%. С учетом того, что мы заставили погибнуть большую часть вражеской армии. Все же странные расчеты вклада. Ну что поделать. 22 апреля 43-го года. Объявляем войну Японии. Да, враги, как видите, Рейх и Рим. Но мы и так с ними воюем. Поэтому разницы особой нам нету. Погнали. И как видите, в целом вполне себе все хорошо. Кроме того, отберем себе еще и Сахалин. Ну-ка посмотрим. Способны наши танки продавить им пехотных. Да, хорошая атака. Вообще без проблем Жуков делает. Красиво. Тут надо слегка задержать противника. И первый котел, который мы с вами организовали. Замечательно. Немного, конечно, но все же часть дивизии врага сейчас уничтожим. Кёнигсберг наш. Кроме того, в Маньчжурия вполне себе неплохо идет операция. Здесь чисто на автоплане. Без моего контроля. Я думаю, они разберутся. В августе 43-го капитулирует Минзян. В сентябре 43-го закончили войну с Маньчжоу Гоу. Весь воздух зеленый, все, небо наше. И вот наша ведьма. Жаль, что дают всего-навсего 40 бомбардировщиков. Это на самом деле ни о чем от фокуса. Но небольшая историческая отсылочка. Союзники забрали Нидерланды, почти полностью восстановили Бельгию. Начинают возвращать французские земли. Кроме того, посмотрите, как американцы здесь себя неплохо чувствуют. Здесь небольшая высадка. Африка продавливается. И в скором времени могут капитулировать Францию, что не есть хорошо. Но вот такая вот судьба. По потерям на февраль 44-го года можете посмотреть. Римская империя 9 миллионов в войне с нами потеряла. По 2 с лишним с королевством и со штатами. Третья их 4 и 6 в войне с нами. Да и вообще вся ось уже 22 миллиона потеряла. У нас всего на все миллион потерь. То не особо-то и много. Почему бы немножко не проатаковать противника? Благо у нас подготовка хорошая и рейх просто падает. Февраль 44-го года на дворе. И наша атака пехотными дивизиями с тем самым шаблоном, который вы видели, вполне себе успешна. Варшава освобождена советскими войсками. 3 марта 44-го года. Берем преимущество на воде. И поплыли наши высадки. Одна с Владивостока, ну а другая, как вы понимаете, с Сеула. Япония, жди нас в гости. И меня, конечно же, радуют пустые порты. Заходи, не хочу. Высадка под Осакой тоже в целом удачна. Забираем все основные территории, уничтожаем здесь противника. Нагасаки уже пала, Кагасима скоро падет. Дни Японии сочтены. Атаку начинают еще и Тухачевские. На Балканы идет эта атака. Она не везде успешна. В горах, конечно, сдерживают, но так все красиво. Кроме того, идут бои за Берлин. На дворе апрель 44-го года. И, как вы понимаете, дни Третьего Рейха уже сочтены. 14-го же апреля. Ну, в ночь 14 на 15-е падение Берлина. Фашистское логово захвачено. Битва за Токио. 4 мая 44-го года. Я так понимаю, сейчас он не захватит. Отлично. Падение Токио. Вперед, товарища. Япония еще буквально совсем чуть-чуть, 3% и готова капитулировать. 16 мая 44-го года был взят Стамбул. Ну, или же, как привычнее некоторым, Константинополь. Япония капитулирует. И... Почему? Польшу? Нам дают возможность замириться с Польшей здания сейчас? Интересное дело, но хорошо. Мир. И смотрите-ка. Единый Сахалин. Курилы. Японская народная республика. КНДР. Свободная демократическая народная республика Манджоу-Гоу. Кроме того, Польская народная республика. И Датский гражданский союз. Азиатский фронт мы только что с вами успокоили. Осталось разобраться в Европе. Потери оси на данный момент уже 26 лишних миллионов. Мы же полтора миллиона солдат потеряли. Несмотря на столь масштабную атаку, у нас с вами идеальная логистика. Запасов еще хватает. Сёп небесное пространство просто наше. Смотрите, ох, как красиво. Потери оси достигают 30 миллионов. Из которых 8 миллионов это Третий Рейх. И 20,5 это Римская империя. Когда Римскую империю пустили по кругу просто. 20 октября 1944 года капитулирует Третий Рейх. Остается совсем чуть-чуть с Римской империей завести разговор. На 12 процентов и всё. 5 процентов у Римской империи осталось. Хотя сам сапог еще не захвачен. Видимо, она капитулирует даже раньше, когда у нее Испанию подберут. И немножко еще территории на горах. Всё, как видите, здесь нету пока войск никаких на границе. И наши войска заходят вглубь. На дворе декабрь 1944 года, если что. Я так понимаю, в скором времени будет капитуляция. Поэтому давайте посмотрим на потери. 32 миллиона ось потерял. Из них 23 миллиона Римской империи. Мы с вами 2,8. Да, очень много. Но это были автопланы и автоатаки. Я сам не руководил уже атаками потом. И 45 процентов вклад. На самом деле он какой-то маленький. Но как есть. Ладно, хорошо. Допустим. Хотя мы сдержали и победили большую часть войск противника. Но тут, видимо, потерями. Да, смотрите-ка. 5 миллионов Америка. 3 миллиона почти Королевства. Даже Мексика 740 тысяч умудрилась потерять. Видимо, из-за этого вклад здесь больше. Я так понимаю, что нам остается сейчас добраться до Рима. И в целом тогда за нами победа. Тут еще при том высадка. Смотрите-ка, какая идеальная от японцев. Ох, красавцы. Падение Рима. Рим, вечный город, был взят наступающими советскими штурмовиками. Вперед, товарищ. И, как видите, капитуляция всего этого альянса. И возможность подписания мира. Вот такой вот он некрасивый пока послевоенный мир. Я сейчас его немного подправлю. Но можете лицезреть нашу сферу влияния. Вот это вот красное, это наше. Да, Африка. Здесь тоже область. Здесь почти вся Испания. Почти вся Франция. Да и, по сути, вся Европа почти под нашим влиянием. Да, сил у нас и очков на это хватило. Хотя местами союзники, как видите, влезли. Очень странно, кстати, что Британь выделил я. Между прочим, сделала ее марионеткой. Но почему-то она в итоге марионетка Америки. Как это работает? Реально ее я выделял. Но вышло вот как-то так. Аквитания здесь просто... Акситания, точнее, просто свободная. Поэтому я думаю, сейчас при переправке границы я могу сделать ее своим вассалом. Но надавав ей территорию, к примеру, Рима. Которые для нее национальными так-то скорее всего являются. Вот эти вот области как раз. И в Испании, я думаю, логично, что мы поддержим как раз-таки республиканцев. С учетом того, что они за нас пойдут. И сделаем тут единую марионетку. Включив все свободные страны. А тут они именно свободные. Так что я не думаю, что демократы нам тут помешают. Скорее всего, они пойдут даже на уступки, чтобы нам не мешать. И держать с нами, скажем так, союзнические отношения. А вот и он. После военный мир. Небольшие в каркетировке границ произошли после встречи с союзниками. И вот такие вот границы вы можете лицезреть у Коминтерна. В Азии, как вы понимаете, ничего особо не сменилось. Японская народная республика, КНДР. Здесь у нас свободная демократическая народная республика Манчжоу-Го. В Европе я немного подкорректировал границы. Можете понаблюдать теперь, как здесь все выглядит. Я поменял три территории вот здесь вот. И земли здесь на Бельгии, на Нидерланды, на Марокко. Ну, естественно, на ряд пактов, на торговых соглашений, на все остальное. И французов отсюда выгнал, потому что здесь некрасиво было. Но эта зона пока спорная остается. И еще не пришли к соглашению, кому отдавать французам. Либо же оставлять под контролем римского мира. Либо же сделать здесь еще одну марионетку. Кстати, я хотел бы, но здесь нету корок больше ни на какие другие страны. А то так бы можно было бы организовать. Кроме того, здесь американцы в Британии. Так что ситуация, скажем так, наколена. Но зато я вернул территорию Португалии. И она согласилась стать нашей марионеткой в обмен на это. Максималистская Португалия у нас тут теперь есть. И посмотрите на Народную Республику Испании. Очень хороший правитель. Точно такой же, какой и в Алжирской коммуне, кстати. И в коммунистическом государстве Тунисе. Ну это видно так, знаешь, одного человека на три страны посадили, чисто чтобы был. Также меня радует правитель, смотрите-ка, Народные Республики Куэйта и Палестины. Ну как бы, да. Переоделся такой, опа, я уже Палестиной руковожу, хопа, уже Куэйтом. И также Иракское Народное Содружество. И Египет. Одно и то же лицо. А, ну еще с Куэйтом, кстати, Сирия тоже, смотрите-ка. О, трейничок здесь какой. Ну в итоге у нас на дворе 16 декабря 44-го года промышленность. 164 военных завода, 264 фабрики, 11 верфей. По стройкам у меня уже очень много ядерных реакторов построено. Видите, вот эти вот синие области, где строить нельзя, это уже ядерные реакторы. По исследованиям тоже до бомбы осталось 160 дней. То есть мы уже в середине 45-го года будем с ядерным оружием. Сила нашего альянса, как вы понимаете, огромная. Это вся Европа почти. Большая часть Азии. Неплохой такой плацдарм, между прочим, в Африке. Так что ситуация вполне себе позитивная. В армии сейчас 4,3 миллиона солдат. Замечательная стабильность в стране, стопроцентная, стопроцентная поддержка войны. То есть все за нас. Ну и кроме того, промышленность наших вассалов, как вы понимаете, тоже достаточно хорошая. Мощные такие вассалы, рекрутов они тоже имеют. Конечно, не так уж и много, но вон Германия на 5 миллионов. Коммуна на 500 тысяч. Так что в целом народ будет. Призывники есть. И будущее у нашего альянса достаточно светлое. Я не буду захватывать еще и союзников с такой силой и дальше тянуть компанию, нет. Основную цель я выполню. Я скину вам сейф начала войны и скину вам сейф вот нынешний. То есть вот настоящий на 16 декабря 44 года. Можете дальше сами поиграться и поразвлекаться. Надеюсь, этот ролик вам был интересен. И вы поддержите его своими лайками, комментами и подпиской на канал. Ибо часов здесь было потрачено на самом деле немало. Но зато вы лицезреете неплохой такой послевоенный мир. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ ВЕСПОБИК СВОБАДНЫЙ ПЛАТИЛА НАВЕКИ ВЕЛИКАЯ РУСЬ! ГОСТРУСТВУЕТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! ГОСТРУСТВУЕТСКИЙ СОЮЗ!